Приветствую вас, я думаю, что при всей вашей серьезности, которую вы демонстрируете, в частности даже своим никнеймом, да, где вы, ну, где вы, полное свое имя, отчество, даете, вот. Так вот, я думаю, что при всей своей серьезности вы, ну, в какой-то степени сами ведете себя как ребенок, потому что не очень вы себя принимаете, не очень вы, ну, как бы, хорошо к себе относитесь. Не берете вы, на мой взгляд, личную ответственность за свои действия, не берете личную ответственность за свои поступки, условно говоря, если вы выбираете, ну, мужчину, да, который младше вас, то, ну, наверное, странно говорить ему, что он ведет себя как ребенок, при условии, если вы же сами выбрали человека, который вы уже считаете ребенком. Ну, и тут, конечно, в какой-то степени имеют место быть стереотипы ваши, да, то есть вы закрутили роман, как вы говорите, закрутили роман, с молодым человеком, ну, с молодым для чего, что, чтобы, наверное, доказать себе, что вы еще это можете, что вы можете привлекать молодых, а это значит, что в себе самой вы, скорее всего, сомневаетесь, или уверены, но, мягко говоря, не полностью, мягко говоря, не настолько. И молодой человек должен был продемонстрировать вам, что вы по-прежнему привлекательны. Ну, а когда этого не случилось, когда он продемонстрировал вам, в точности наоборот, ситуацию, то вам, естественно, стало неприятно, потому что ваша задумка не получилась. А сомнения в себе вместо того, чтобы развеяться, лишь только стали больше усилий. Немаловажным моментом, на мой взгляд, является то, что вы не на равных, ну, не на равных себя вели с мужчиной, с которым встречали. Я считаю, что он ведет себя как ребенок, при этом человек, ну, в общем-то, вел себя так, как вел, то есть не было с вашей стороны какого-то вот безусловного принятия партнера. Вот. А это необходимо, если мы хотим выстраивать, ну, взаимоотношения максимально гармоничные, максимально корректные, максимально адекватные и так далее. Вот. Почему? То, что вы расстроились и приняли на свой счет, на свой счет, то, что произошло. Является следствием уже имеющихся у вас страхов, конфликтов, сожалений, противоречий и так далее. Собственно говоря, в этом, ну, заключается, наверное, наверное, одна из основных проблематиков. То есть необходимо вам в первую очередь взять на себя ответственность за то свое состояние, с которым вы уже были, когда вступали в отношениях. Вот. Вот. Вот это то, что я могу вам сказать сказать. То есть вы пытаетесь совместить родительское отношение, то есть изначальное какое-то дифференцирование себя и партнера. Вот. Это первое. С, ну, гендерной модель, с моделью поведения, то есть моделью поведения женщины, что невозможно. Ну и личный ответ на что у вас. Ну, тоже есть проблемы. Как есть сложности с тем, как, ну, что вы хотите через отношения, да, через роман для себя получить. Потому что, на мой взгляд, совершенно очевидно, что вы, вот, именно как, как личность, вы своего, ну, об этом человека не воспринимали. Потому что его, во-первых, его черты характера вам не принимались. И, во-вторых, при сложности, ну, вот, как, как появилась, там, некоторая трудность, вы сразу же начинаете обобщать. То есть стереотипизировать. Ну, это говорит о наличии обид, определенно. Вот. То есть, грубо говоря, молодые не делают того-то, того-то, того-то именно по тому, что они молодые. И, ну, как бы, вопрос больше здесь к вам. Вы сами выбрали быть этим человеком. Почему? Из-за чего? Для чего? Отдавали или отдаёте ли вы себе отсчёт в том, какой это человек, что он себя представляет? Да? Вот на все эти вещи примерно нужно вам обратить своё внимание. И, в первую очередь, разобраться в себе, чтобы отношения не были для вас способом, ну, что-то себе доказать. Чтобы отношения были чем-то более естественным, чем-то более свободным, чем-то более лёгким и для вас, и для вашего партнёра. Ну, тогда у вас всё получится. Хорошо. Но, по опыту своему, вот, именно по опыту, я могу сказать, что, вероятнее всего, он будет иметь место, будет иметь место быть достаточно серьезное такое сопротивление, да? Вот. Ну, достаточно сильное сопротивление будет иметь место быть у вас. Потому что сейчас вы чувствуете себя такой жертвой, да? И вы говорите, почему молодые, почему молодые, вот, не напишут там, хотя бы два слова, и как-нибудь расстроены, и не принимают наличное ещё, да? А вот, откуда у вас эта готовность принять наличный счёт? Откуда, точнее, она взялась? Это неуверенность, неустойчивость, требования непринятия, вероятно, своего возраста, непринятия себя, и не совсем адекватные требования к себе. Некий страх, как я думал, страх остаться одной, и желание, чтобы вас кто-то защитил. На этом всё, надеюсь, что помог вам, желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация будет разрешена. Ну и пожалуйста. Продолжение следует...